Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Слушай, наш эксперимент вот этот с созданием подкасты вызывает просто невероятный восторг. Ну, во-первых, первое – это мы сделали три подкаста по созданию. Да, уже три есть. Три подкаста есть. И уже результаты. Уже есть результаты, сегодня поговорим об этом. Но, ты знаешь, первое, что просто невероятно, это третий наш подкаст, третий стрим, и у людей закончились создавалки. Во что играть будем, товарищи? Что будем создавать? Что будем создавать? Во что играть? Хочуха переполнилась. Уперлись. Уперлись. А нет создания. А нет игры. А нет игры, потому что неинтересно все. Потому что работает программа «Мир должен». «Мир должен», «Спасите меня», вот игра в «Спасителя». «Спасителя», да. Хотя все уже спасены. Все, да. И тогда и вопрос вчера на встрече, который был задан по сектам, по религиям, по вот эту тему обсуждения после встречи, которая была. И в начале с чего начиналось вопрос, не перерастет ли инфодайинг в религии. Подождите, это тогда циклическая ошибка. У вас уже вот этих религий циклом было сколько? И вы везде спасали. То себя, то кого-то. И все закончились вон на кресте. Да, вон висит спаситель. Спаситель уже висит. Да, спасать некого на самом деле. Все спасены. Все спасены. А создатель? Спрятался за ним создатель, а создателя нет. Он так и не родился. А почему спрятался? А потому что, потому что нет, не знаю, забыл, как это создавать, что создавать. Привык уже к циклической ошибке, привык к циклическим повторениям, копированию привык. Этот мир должен ему, все должны. Оно само произойдет, Бог пошлет, есть судьба, я отмучаюсь, приходю. И ты видишь вот этот мир сумасшедший, сумасшедший мир больных людей. И потом, ой, мне больно, у меня онколог. Спаситель. Ну, конечно, подожди, так мир болен, и тогда у тебя будет боль. Если ты хочешь, так ты давай в создание. А как создавать? Подайте сразу. Подайте, Христа ради. И тогда надо искать им нового спасителя. И тогда рождение новой религии – это вот садхагуру, вот он уже на подходе. Да, кстати, да. Или садхагуру какой-то. Садхагуру, да. Очень интересная история с ним, какую словили. Вот просто случайно ролик. Смотрю, лежит в кровати садхагуру, да, или в больнице он там лежал. Я так сильно не рассмотрела, но удивилась очень. И повязка на голове. Ему что-то плохо, там что-то головные боли, и он написано перенапрягся, переработал. И сделали МРТ. Нет. А, предположили, или что, я уже не помню, что у него может быть инсульт. Но он что-то не дал обследовать, или что. А потом проверили, через какое-то время проверили, сделали МРТ. И оказалось, что он исцелил себя. Спасители. Ну вот, уже очередной... Игра уже, все создана святого. Очередная игра очередного святого. Будем поклоняться при жизни и так далее. Найден. То есть, смотри, найден святой. Теперь есть кому поклоняться. То есть создается игра, и вот явно сейчас будет раскручиваться именно это направление. Ну вот смотри. На самом деле, если брать Садгуру, то он не глупый человек. Да, далеко не глупый. И он действительно, у него сознание достаточно широкое, чтобы многие вещи уже видеть в наблюдении, осознавать и осознавать. То есть, вообще, интересный человек. И при этом у него развитое подсознание. Но он тоже уперся. Он тоже уперся. Он не может выйти глубже. Да, да, да. И у него есть сейчас выбор. Если он продолжит лгать и играть вот в эту игру «я себя спас» и вас спасу, то подсознание его отправит на перезагрузку. Он умрет. Если он продолжит лгать, он умрет. Если он откажется от этой игры и продолжит быть искренним и настоящим, уберет вот это искажение, он еще поживет. И тогда мы можем просто понаблюдать, и люди будут наблюдать и видеть, что вот как только он уйдет в эту игру, в обман людей, подсознание его выкинет. Все. Это говорит лишь о том, что Садгуру, он просто тоже сознание развитое, но оно тоже автоматическое, Наташа. И он шел, шел, он развивался, ну, да, как автомат, и уперся. Дальше не было. То есть расширение вот до сюда. Дальше надо проснуться. А дальше надо проснуться и стать создателем. А этой программы нет. То есть сознание… Потому что есть высшая сила у него. Да. Там где-то. Вот он в эту стенку курсе. Уперся. И теперь он что делает? Он просто разворачивается и начинает… То есть пошел этот, как это, лазерный луч пошел назад, на повтор, да, на считывание того, что было из… На этой основе создается игра, которая тоже опять автоматическая, которая была как повторение, да. То есть у него сейчас действительно есть возможность либо проснуться, либо снова завалиться в автомат. Если он заваливается в автомат, он ровненько идет по программе этого спасителя на кресте. То есть, ну, смерть. А при этом, если у него возможность развиваться, знание – это проснуться и в интересе дальше идти, позволить себе… Ну, тогда ему надо принять все высшие силы в себе. Вот я только хотела сказать, так вот ты мне дал. Позволить себе принять все вынесенные силы, которые он вынес для себя в себя. Только после этого он сможет пройти в расширение. Но тогда, если он это осознает, ему не надо игра в обман людей. Вот эта игра, которая начата сейчас, она его ставит. Либо ты точка бифуркации, либо ты будешь на кладбище, либо ты продолжаешь развиваться. Мужик, у тебя другого выбора нет. У тебя реально выбор – живешь ты или уходишь. И поэтому интересно посмотреть, что человек выберет на автомате. На автомате, да. При этом интересно, понимаешь, это вот буквально сейчас было недавно словлено, да, как бы еще не до конца. При этом мне вот интересно даже сама вот эта его сейчас позиция автоматическая. Если это осознанная ложь, да, как сценарий созданный, вот прям физическая, да, то это атас вообще. Если же это действительно неосознанная, а знаешь, как игра такая, его автоматическая игра, то это лучший вариант. Потому что для него это лучше. А если это именно как вот прям созданная по сценарию кем-то, ну потому что высшая сила – это кем-то. Это так же, как и в жизни тоже кто-то сценарист, режиссер, да, то вот это вот, конечно, для него самая большая опасность. Самая большая опасность – уйти вот в эту ложь, потому что тогда его сознание просто обнулит мгновенно. Но у нас возможность есть наблюдать, как и наблюдать результаты наших действий. Вот смотри, на первом стриме, опять-таки поговорим про духовность, пока инопланетная религия не состоялась, пока религия садгуру еще в определении вылезет, новый святой или не вылезет, со своими высшими силами, на этом поприще мы говорили, что религии, они наносят вред сознанию. Более того, в основе религии работает создание, работает программа при вынесении Бога автоматического предательства. То есть вот это предательство на автомате, так как ответственность вынесена на Бога, не я, она всегда ударит по тому, кто рядом с тобой. То есть если рядом с тобой будет государство, без государства тоже смотрели, невозможно существование на планете, иначе будет хаос. Ну иначе хаос будет просто, не будет разделения. И тогда религия в контексте государства – это первый предатель государства, по-другому быть не может. И мы с тобой тогда в первый день при погружении запустили то, что к середине марта где-то должна всплыть информация о предательстве религии государства. То есть это главное предательство, которое может быть, и оно должно с чего-то начаться. Я, честно говоря, ожидала информацию с Европы по какой-нибудь голубизне или по наркотикам. Но при этом чувствовала, что придет отсюда. Я, честно, абсолютно не ожидала от чего-то. Я почему-то четко понимала, что вот это вот прям, ну не почему-то, я вот могу сказать, я осознавала конкретно, у меня даже мысли не возникало где-то, что-то, я здесь чувствовала. Ну просто у нас получилось, что мы как-то Европу цепанули, и я мыслями ушла в Европу. Когда я работаю, я ум выключаю полностью. И поэтому я как-то даже на информацию не зацикливаюсь, на какую-то могу вообще не помнить. Ну в любом случае, я если бы ловила информацию, у меня почему-то отпечаталось, хотя тогда мы работали с Россией и Белоруссией, но почему-то отпечаталось, что должно быть откуда-то издалека. Ну я про это забыла, все, сегодня утром просыпаюсь, после самолета уставшая вчера вырубилась, просыпаюсь, вот первый ролик. И здесь конкретно, я, чтобы ты понимала, я не подписана на этих людей, это не какой-то чат, это еще что-то, это ТикТок, это автоматический ТикТок, который распыляет, и здесь, я так понимаю, большое уже количество просмотров, и мне прилетает эта информация насчет того, что монастыри уклоняются от налогов, и разложены схемы уклонения от налогообложения. А теперь смотри, сейчас весна, сейчас нужны деньги государству на пассивные, на все остальные. И я просто... И люди нужны на пассивные. И люди нужны на пассивные. Это же предательство на самом деле государства. Стопроцентное причем. Предательство в спину, со спины. Со спины. И когда на вот эти вещи смотришь, понимаешь, блин, даже неожиданный подход я не ожидала, что такое с этой стороны. Я все время ожидала с какой-нибудь стороны голубизны или проституции, но это еще вскроется в процессе. Но... А, кстати, эта тема была у нас тогда. Вот сейчас я тоже вспоминаю, да, тоже с голубизны. Вот с этой темы я никак не ожидала. Она всплывет и эта тоже тема. Как только вот начнется вот эта вот волна, вот она началась, да, это как начинаешь копать, и начинаешь появляться уже там камушки, червячки. Это вот об этом. Да-да-да. А ведь на самом деле не может быть две головы у дракона. Не может быть. Он ниже с неспособен тогда. А вот поэтому вот на эти все вещи смотришь и понимаешь, блин, создание работает. И тогда следующая волна, конец марта, следующая история. Смотрим дальше фильм под названием «Жизнь». Но это все идет на развитие, на расцвет. Солнце встает. То есть здесь не надо кричать, что ай-яй-яй, там плохие, хорошие, нет. Это все идет, что такое собственность? Это смена игр. Просыпаемся. Это просыпаемся. Это все об этом, да, смена. Если мы играем в создание, тогда нету спасения. Все уже спасены. Но тогда ты берешь ответственность за свою жизнь. И ты осознаешь, что ты пришел играть на землю в счастье, в любовь. Ты пришел играть проявление в себя. И тогда у каждого свое место. Вот смотри, когда мы тогда создавали возвращение людей в деревне. Под роликами были записи. А вы нам там построили деревню, а вы там проложили дороги, а вы там еще, а вы там еще. А подождите, если вы хотите создавать, создайте дорогу, создайте школу, создайте свою деятельность и так далее. И если вы подходите, после войны кто за вас создавал? Вам нужна война, чтобы создавать? Вот смотри, что происходит. Так в том-то иное спасение. Вас надо разрушить, и потом вы будете работать? То есть смотри, да, надо заболеть, чтобы выздороветь. Чтобы выздороветь. Или вы без болезни выздоровеете. Благо, проходим без войны, проходим без болезни. Ну так выздоровеете. А видишь, это игра. Игра, больная игра спасения спасителя. То есть надо кого-то спасать. А если некого спасать, значит надо создать, чтобы было кого спасать. И вот эта цикличность, да? Цикличность. Замени спасателя на создателя. И конкретно возьми ответственность и начни. Да, да. И тогда становится очевидным, что единственные помехи это ограничения. Те ограничения, на которые человек ссылается и говорит, я не могу там по закону. Которые сам себе человек ставит. Сам себе придумал, да. Чтобы оправдать свое бездействие, свою лень. В чистейшем виде. Да. И тогда те же дороги, да, где недовольны дорогами, это просто, понимаешь, то же самое, что Бог, ты мне должен сделать дорогу. Потому что вынесенная сила. Или построить школу. Или построить, да. Ты правильно сказала, пример хороший привела после войны. А кто после войны-то? Бог строил. Да, да. Для этого войны и нужны были, как боль, как болезнь. Да. Чтобы начать двигаться самому. Но сколько ж можно в этих болях сидеть, пора уже взрослеть, пора выздоравливать. Да. А не в цикличности этой лени. Вот смотри, мы же приводили пример на встрече в Москве. Если ты начнешь все сам делать с нуля, с разрухи, да, то это занимает очень много времени. Но ты можешь поехать посмотреть, как у тех. Ты можешь поехать посмотреть, как у тех. Вот это дышащая система. Вот это, когда клеточки дышат. С чего начинался инфодайинг? С того, что первая книжка. Мы учились у тех, у тех, у тех, у тех. Мы им благодарны. Нету того, что ой, они козлы, я с ними конкурирую. Нет, мы им благодарны. Мы благодаря им выросли и сделали следующий шаг. И мы людям предлагаем. Вы не копируйте нас. Если вы будете копировать, это будет конкуренция, это глупо. Это болезнь будет. На самом деле, это всегда будет болезнь, если копировать. Обопритесь и сделайте следующий шаг. И тогда здесь оставьте благодарность. Спасибо вам. Упомяните, что вы здесь были. Посмотри, скольким людям я упоминала в книгах там, когда выводила. Даже вот в управлении восприятием, в надсознании. Даже люди, которые финансово помогли мне в свое время поехать к тем же Суфьям и так далее. Разные времена были. Они все упомянуты. Я не скрывала источник. Все источники упомянуты. Это важно на самом деле. Смотри, а вот по образу и подобию взять. Пустыня, и кто-то человек находит родник. Вот откапывает родник. И купель стоит. Ну, это да. Так это в прямом виде, да. Я хотела сказать более понятным языком таким, потому что это... Деньги берет. Ну да. Ну, это уже игра, которая... Ну, это уже, знаешь, как я начала отсюда, а ты сразу сюда. А показать, как это все на самом деле. Вот пустыня, и кто-то нашел родник, да. Напился, напился, жадно напился. И, знаешь, так и завалил камнями. Взял, налил бутылочку и пошел, да. И эту бутылочку он рассказывает, я, это святая вода. Кстати, вот, блин, святая вода. Обалдеть. Слушай точно. Я ее вот нашел, она исцеляет. А родник ты завалил. Кого ты обманул? Бутылочка эта закончилась? Сознание твое пустое, неразвитое. Все, ты себя завалил. А вот когда ты не скрываешь родник, тогда и оазис начнет. И ты можешь действительно и сам пить бесконечно, и развиваться благодаря этому. И все вокруг может развиваться бесконечно. Так вот сравни, например, Беларусь и Россию. Вот ты правильно сказала, купили просто. Ну. Беларусь и Россию надо было развалить, чтобы развивать. Или же есть возможность здоровая, сильная, все есть и сделать шаг дальше. Ну, для того, чтобы сделать шаг дальше, это сделать ему, этот шаг самому, а не ждать, что сейчас вам придут и за вас сделают и вам в попу поцелуют, как тот султан. Конечно. Если эта клеточка будет ждать, что ей отсюда принесется там что-нибудь, то она, то это будет дырка, тела жить не будет. Каждая дышит на своем месте. На своем месте. И все места, все места хороши. Нету плохого места, нету плохой профессии, нету ненужной профессии. Когда рассказывают, вот сегодня айтишники, вчера юристы, позавчера экономисты и так далее, что только они, что только это круто. Ну, это то же самое, что развивать одну руку, одну руку, одну руку, а тело атрофировать. И что это будет? Точно так же модно, круто, любая профессия, любая, потому что человек на своем месте, потому что ему интересна его жизнь. Каждый на своем месте, каждый. И очень важно, чтобы этот каждый на своем месте развивался. Развивался в благодарности ко всему организму, ко всему, ко всей жизни. Ну, смотри, но только через вот эту благодарность мы можем перейти от спасения к созданию. И именно через создание выход из болезней, выход в продолжительность жизни, выход в счастье. Если посмотреть, по сути дела, мы ведь и пришли на землю, мы родились для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы создавать, чтобы проявляться и так далее. мы сами себя закопали убеждениями, в том числе религиозными, убеждениями наших предков, родителей. Это подхватанное. И мы заболели и стали спасателями. Конечно. Чип и Дейл спешат на помощь. Да, и мы играем. Если некого спасать, мы обязательно создадим, кого спасать. Вот он аутизм. Да. Мы обязательно, потому что это игра, которая должна быть. Как? Иначе жизнь закончится. больная, игра искаженная. Потому что вот растение выросло, его надо скосить, перекопать, уничтожить для того, чтобы посадить новое. А предположить, что это может быть многолетник. Пока не получается. Для этого надо расширенное сознание. Система должна дышать. А пока мы перекрываем дыхание, каждый закрывает сам себя, да, и каждый требует от другого чего-то. Мы перекрываем дыхание. Все, система не рабочая. Система начинает задыхаться. Что будет? Обязательно будет перезагрузка. По-другому невозможно. То есть будет смерть. Если ты тело начинает, старое тело, оно что, сохнет? Оно сжимается, сжимается. Будет перезагрузка, обязательно смерть. Так и с миром тоже. По-другому невозможно. С миром, с государством, с любой системой, абсолютно со всем будет именно так, если ты не даешь дышать, да? Сам себе не даешь. Тогда создавать надо учить людей. Да. И создавать, если там мы сейчас не спасать, а создавать, ради вот того, чтобы людям показать, продемонстрировать, да и самим научиться, мы берем разные контура, попробовать, то на самом деле создание – это и рисование, и строительство, и озарение в технике, и новые технологии, и в спорте, и в медицине, и где угодно. И тогда, да. Это мир дышит по-другому. Да, и попробуй разные направления, попробуй, ты обязательно найдешь себя, да? Когда говорят, какое у меня предназначение? Да уже никакое. Если ты задал этот вопрос, уже никакое, ты уже не… Уже ты мертв, все, уже ты мертв, у тебя уже нет, ты разрушен, потому что, потому что ты уже не позволяешь себя попробовать то, то, то и найти себя. Ты ждешь, как птичка открыл ротик и ждешь, что тебе Бог вкинет. Ты, там, я не знаю кто, учитель, и пошел этот учитель. И тогда ты ждешь этого Бога, и вот тебе на тебе сад гору. Да, да, да. На тебе инопланетянина. Да, да. На тебе еще кого-то. Кого хочешь? Высшую силу. В каком виде ты себе эту высшую силу нарисуешь? Какую тебе пилюлю закинут, такой и будет, да. Да. Закинули там. А икона замироточила, вот для тебя, вот икона будет спасением. Будешь лбонту добиться. Да. И смотришь на вот эти вещи. Ты знаешь, я когда на все вот это смотрю, я смотрю, насколько это все безумие. Насколько это все безумие. И действительно, следующий шаг без разрушения в развитии может быть только через любовь, это через свободу, через осознание создания, создающего сознание, и через действительно возможность проявиться человеку самому как единицы. Вот смотри, если человек проявляется сам как единица, не нужны статусы, ИП, фирм и так далее. Конечно. Ничего не надо. Проявляешься. Когда человек в хозяйственной операции, он любит свое дело, он отвечает, он делает. У тебя есть номер паспорта или номер телефона, это достаточно для твоей идентификации. Что тебе еще надо? Какая идентификация даже, понимаешь? Ты человек на своем месте, и тут даже этого не надо. Потому что любая идентификация это уже программа. Я понимаю. Просто для того, чтобы тебя как программу внести в программное обеспечение, чтобы ты еще мог заниматься блокчейном. Что ты ромашка, что ты василек, что ты птичка, что ты... Вот у тебя есть номер паспорта, или этот идентификационный номер. Больше на самом деле ничего не надо. Он может совпадать с номером телефона. А на самом деле, ведь это так не важно. Даже вот сейчас я просто произнесла. Смотри, я произнесла, а понимаю все вот эти названия. Червячок, птичка, человек. Вообще никакой роли не играет. Потому что ты должен сидеть на своем... Ну, не сидеть, а жить на своем месте. Ну, я сейчас, да. Просто живешь... Червячок, птичка, человек, у тебя все становится едино, сознание, поток валит, прекрасно. Но если ты захочешь сыграть в игру с этим кусочком сознания, то тебе придется его... Облачить в оболочку. Обязательно. Так я правильно, да? У тебя физическое тело, такое вот такое. Конечно, так естественно. И, соответственно, если у тебя такие тела одинаковые, то тебе надо назвать Маня, Петя, Ваня. А еще лучше присвоить номерок. Нет. Чтобы не заботиться. Это уже интернет. Номерок, это ты уже не туда пошла. Это ты уже совсем... Это удобно. Я в жизнь, а ты в компьютер. Мы все время с разных сторон заходим, чтобы припечатать. А это на самом деле одно и то же. Да, так это одно и то же, просто с разных сторон. А как хаос привести в порядок? Да, да. Смотри, как человек разучился жить. Вообще разучился. Вообще даже не знаешь, что такое жизнь. Вообще. Отказывается от жизни сразу. То есть, вот смотри, у человека есть понимание жизни, вот пока он родился и пошел в школу, до момента, когда он закончит либо школу, либо институт. Да, вот у него есть понимание, все его дорога выстроена, он уже идет по ней. А когда он выходит из учебного заведения, большинство в растерянности, куда папа-мама устроят. Потому что папа-мама определяли институт. Значит, они продолжают быть птенцами. И если они не вышли в самостоятельность, то это уже все. У них будет большой кусок потерян, пока и боль им уже нужна для того, чтобы вытолкнуть самостоятельность, в ответственность. Потому что они за этот путь не научились этой ответственности. А дальше в любом случае следующая такая метка у человека – это пенсия. Вот он будет что-то делать, делать, делать до пенсии. А как только пенсия – хлоп, выключатель срабатывает. Ну, у кого-то остается так у меня дача, цветочки, внучочки, я буду играть в их игру. А у кого-то кладбище, на этом жизнь закончилась. И все, и человек говорит, ну вот Бог забрал мою жизнь, здоровье разваливается, тело... А на самом деле у человека просто нет интереса жить, и он не ищет этот интерес. И поэтому и ресурса нет. И для него боль является той палкой, которая стимулирует червячка двигаться. То есть ограниченный ресурс на боль. То есть боль, у него появился ресурс, он двинулся. Ресурс заканчивается, боль заканчивается, заканчивается ресурс. Нужна опять следующая боль. Тык, он двинулся. Вот понимаешь, то есть ограниченный ресурс. А безграничный ресурс не знает, откуда браться. А смотри, когда ресурс безграничный, в нашем подсознании он безграничен, и интересы. Ведь ты можешь интерес найти абсолютно на любом деле. Я сейчас могу сказать вот за себя последнее. Вот то же самое рисование. Вот пока не выведешь на определенный уровень, работает интерес. Потом выведешь, себе поставишь, да, я это умею, и отложишь, пока горишь. Сейчас этот подарок к дню рождения, который мне сделали, сестра подарила хлебопечку. Никогда меня не интересовала выпечка в таком варианте, более хлеба. За эти три недели я уже познакомилась с заквасками, видами ржаной муки, там такой муки. Эти 500 рецептов, которые приехали вместе с этой хлебопечкой, и все остальное. И вдруг оказалось, что это интересно, интересно, интересно. И теперь смотришь, вот пока я не научусь печь классный хлеб, я буду играть в эту игру. Мне знаешь, что... Опять пока не выведешь. Да, да. Интересно какой-то уровень. Конечно. Мне сейчас, знаешь, как ты вот говоришь, и мне вдруг внезапно напоминаешь, как ты сейчас, именно сейчас, наверстываешь то, чего не было у тебя до этого. Потому что я прошла это все, я все время жила в интересе, в разнообразном абсолютно, у меня везде. И знаешь, а ты как будто вот сейчас вот просто наконец-то позволила себе попробовать все. И ты так прям наверстываешь, это вкушаешь. А у меня этот опыт уже есть прожитый. И это действительно так. И это и есть интерес. Это то, что всегда меня питало по жизни. Если я чем-то занимаюсь, я занимаюсь в интересе. Если у меня интерес пропадает, вот это и есть искренность. Если у меня интерес пропадает, я уже все, я насытилась, я значит уже получила то, что мне надо. И мне интересно другое. Потому что интерес, это не боль. Боль стимулирует временно. Смотри, интерес можно тоже сказать временно, но при этом ты сколько расширения получаешь. Ты не зацикливаешься в боли, в болезни. Знаешь, вот это туда-назад, туда-назад. А ты именно чувствуешь, вот это мое прям чувствовать. интересно, вот ты сейчас можешь четко словить, тебе интересно, ты кайфуешь, ты готова ночью, днем сидеть, рисовать, аж слюни текут. Вот у меня так было. Чем я только не занималась. Я это понимаю. А когда это уже проходит, уже все. Но при этом уже хочется еще новый интерес. Это как ребенок, который и это хочу, и это хочу, и это хочу. А человек как принят? Мне уже 30, мне уже 40, мне уже там 50. Ну, уже на мой век хватит. И пошел куда? Огород копать. Ну, то есть землю. Огород копать интересно. Тоже можно. Так я же не говорю про... Я не говорю... У меня сколько помидоров растет. Нет, это 100%. Когда ты идешь осознанно с кайфом в этом, да, а человек, он тоже ему скажет, так я что уже на пенсию выхожу с кайфом? Ну, на здоровье, ну, почему ты продолжаешь болеть? О кайфе поговорим? Есть момент такой, когда вот интересно жить. Мне, например, интересно сейчас все абсолютно. Чем бы я ни занималась, у меня день наполнен интересом. Каждый раз, когда что-то делать, я к себе обращаюсь. Так, мне это интересно или мне это надо? Потому что без интереса уже не хочешь. Без интереса не хочу. Если мне сейчас это надо, я дождусь того момента, когда мне это будет интересно. Я это откладываю. Я сейчас делаю то, что мне интересно. Но при этом делаю. Да, делаю. Хоть что-то. Не останавливаясь. И при этом делаю, делаю, делаю. за счет этого день вот такой становится резиновый, все, успеваешь, и вечером доползаешь до кровати и в Кази. Какой сегодня был интересный день, сколько счастья. И если оглядываешься, ты понимаешь, что вот просто человек, который, ой, жизнь нерадостна, он имеет за неделю в лучшем случае два часа моей жизни по эффективности. Да, прикинь, какая жизнь скучная. И вечером ложится тогда такой человек спать, да, и он, и я ж ничего не сделал за этот день. И день прожит, и входит в сон, просыпается такой же. И следующее снова. Сон, сон, сон. Зачем жил? А, блин, самое классное время, ты просто профукал, когда ты мог столько интересного взять, охватить. Да, делай, 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 проявляйся, находи интерес. Мы отличаемся от животных тем, что мы можем любое дело делать интересным. Делать, а когда интересно, это да и создание. Создание без интереса не бывает. Понимаешь? Здоровое создание без интереса не бывает. Вот так. Вот смотри, вчера на прощание там перед отъездом из Москвы был вопрос, ну как же, ну как же. Кстати, вот моменты, когда человек лжет сам себе, они просто вот смотришь на это и ржать хочется, но как же я упираюсь, я туда и сюда, и вот говоришь, подожди, ты все равно упрешься в свои как же, и твои как же упираются сейчас в злость и в агрессию. Пока ты этого не проработаешь, ничего не будет, да? И человек бежит, нет, я уже проработанный, я буду вас учить, я буду вас консультировать, я буду. Подожди, если у тебя злость и агрессия не проработана, то о чем мы говорим? Но говорить же бессмысленно, человек не будет слышать. Упрись десять раз головой, как садгул. Да, да, да. Упрись и выбери. И тогда не надо никого спасать. Мы улетели, у нас все хорошо. А ты постоишь перед своим выбором и выберешь. Ты пройдешь эту стену туда или пройдешь туда? Позволишь себе, да, переступить через черту. Да, позволишь себе стать создателем, стать им. Потому что пока у сознание вот такое суженное здесь и сейчас, скукоженное, сдавленное, то ты какой-то создатель? Ты спасатель. И ты будешь сидеть в своих какахах, и эти какахи будешь брать с других людей, потом будешь ездить на супервизию и так далее, и так далее. Мир больных людей. Вот оно все. Все настолько просто. Очевидно, правда? Очевидно, что просто ты на это смотришь и понимаешь. Ну, ребята, либо вы становитесь перед собой, вот перед зеркалом и разбираетесь с собой, и видите в зеркале счастье и любовь, и создаете его. Ну, либо вы бежите наружу, спасаете, считаете мир объективным и так далее. Но тогда поговорим о сумасшествии. Ведь мы же, говоря про субъективность мира, мы чокнутые. И мы вчера объявили в Москве, я бы хотела сегодня объявить в стриме. После этого стрима мы начнем новый вид роликов. Это будут ролики, которые будут в шортах, или в шортах, да, как правильно произносят короткие ролики. Они будут в ТикТоке, они будут в Инстаграме, опять-таки в Телеграме. То есть, ну, вот так разбросано на Ютубе в шортах. Это ролики, которые... Мы просто будем давать определения. Определения, да. И мы просто тупо наведем порядок одновременно в наших книгах. У нас есть определения. То есть, если открыть книги, все, что мы говорим, у нас нету такого, чтобы мы там говорили непонятные слова и не вкладывали сюда какой-то понятийной базы. Все есть в определениях. В конце книги здесь по алфавиту все изложено. И в разных книгах это есть. Но именно сами определения, в книгах тоже оно встречается, когда вот так видит это Википедия, а так вот видимо. Вот я сейчас вспомнила даже в какой книге это было коллективное бессознательное. Здесь был такой момент, что такое коллективное бессознательное. Вот я даже могу зачитать начало. Коллективное бессознательное. Согласно психологу Юнгу. Одна из форм бессознательного, единая для общества в целом и являющаяся продуктом наследуемых структур мозга. Основное отличие коллективного бессознательного от индивидуального в том, что оно является общим для всех людей, представляет собой некий единый общий знаменатель для разных людей. Однако важно подчеркнуть, что под словом коллективное подразумеваются отнюдь не проблемы общественного порядка. Наоборот, коллективное бессознательное часть психо-человека, которое является строго индивидуальным индивид в концепции Юнга не изолирован от общества. Но будучи личностью в узком смысле, он одновременно индивидуален и часть коллективного, поскольку именно коллективное бессознательное создает условия для индивидуализации человека. Юнг обозначил его как более глубокий слой, чем индивидуальное бессознательное. За словом стоят не только прямые значения, но и более скрытые слои смысла коллективного, скрытые слои смысла бессознательного уровня. Одно определение. Второе – это научное определение по юнгу. Второе – общепринятое. Коллективная бессознательная совокупность универсальных личностных проблем, которые могут возникать перед человеком во все времена. Есть еще? Ну, здесь есть подольше. Хорошо. Ребята, вы поняли, о чем это? Это вопрос вопросов на самом деле. Вот вы поняли, о чем? Это вот мы зашли с научного подхода, и, честно говоря, я немножко прифигела, когда вот в свое время вот эти все вещи мы писали, еще писали. Так вот, в своих книгах мы будем давать нормальные определения наши, инфодайлинговские. Без вот этого искажения, которое введено для того, чтобы запутать настолько, что лучше отказаться от того, чтобы самому думать, а лучше согласиться. Представляешь? Вот эта постановка вот именно такая. Так вот, точно такие же определения. И потом несется это, преподается. И так далее в психологии. Что мы будем делать? Мы будем делать то, что мы дали наше определение. Потому что в наших книгах наше определение. Мы дали определение всем структурам психики, навели порядок, упорядочили, разрисовали схемы, описали механизмы, описали все процессы, которые идут в психике. У нас на самом деле это большой научный труд. То есть мы это все сейчас систематизируем, и мы в роликах будем выдавать. Вот как видит эта наука и умные люди, и как видим мы. И вы сами определите, кто болен и кто сумасшедший. Договорились? И у нас начинается интересная игра. Интересная тема, интересная. Ты нашла там наше определение? Там где-то и наше есть. Нет, наше не нашла. Просто вот взяла, открыла и офигела. Смотри, какое я определение нашла. Итак, лень – это по сути переключатель. Промежуточная точка выбора. Двигаться вверх, развиваться. Или двигаться вниз, деградировать. Определение инфодаринга лени. Что такое лень? Это ограничение. Это вот эта стена, за которую прячется. И у каждого она по-своему. Где-то у кого-то здесь, у кого-то здесь, у кого-то вообще вот здесь. И непозволение сидит в норке. Вот, четко, смотри, четко понятно. И у нас все определения четко понятны. Структура эго, ума, высшего я и так далее. Все разрисовано. Каждый ролик мы будем брать. Одну структуру психики, одно определение. Одно понятие из науки, одно определение. Мы просто будем сравнивать и наводить порядок, чтобы убрать вот такие определения коллективного и бессознательного. Это позорище на самом деле. Ну, по Юнгу вообще очень много позора. Но самое главное, что, да, смотри, это мы говорим так. Позор, да, то есть вода. А, представь, Юнг, да, он же преподается. То есть, представляете, насколько это, вот эта вода, вот эта муть, муть, правильно, если сказать, разносится. Ну, точно так же, как Марк Шагал продается. Да, разносится. Вот это про чистый родник и про грязный родник. Я про это. То есть заболевшее, больное или здоровое, да, вот спрятать здоровое, а нести на эго, мое. Если хотите быть здоровыми, наведите порядок в голове, наведите порядок в себе, определитесь, где здоровье. И двигайтесь, двигайтесь, развивайтесь, работайте, позвольте себе быть самим собой, настоящим. Тогда не будет болезни. Смотрите, вот. Тогда будет развитие. Да. И тогда не будет претензий к окружающему миру. Почему ты мне не дал, ты мне не заплатил, ты мне не сделал, ты мне в попу не поцеловал. Потому что ты не двигался. Кстати, под это дело вспомнила, не буду называть фамилию, был такой гуру один, ну как гуру, просто толковый очень мужик, у него есть своя система оздоровительная. И в свое время был скандал, связанный, что он начинал эту систему вместе с женой, потом они развелись. И он выпустил очень много книг там и так далее. И люди его осуждали, начало 2000-х его осуждали и говорили, такой-сякой ее обидел, а она там работала, она все это наработала, он все себе присвоил и ушел с этим, типа, от нее. А она вот осталась ни с чем, а вот он все это... И знаешь, тогда вот еще на то мышление, ну да, наверное, человек где-то бесчестный, еще вот такое. А на самом деле вот прошло время, и именно время показывает, ху из ху, то есть во времени проявилось. Она могла точно так же написать книги, она могла точно так же проявиться, она могла точно так же двигаться, если ей это было интересно, если она действительно работала. Но сделал все он, и его обвинили, что он такой плохой, с ней не поделился, потому что, ну, деньги у того, кто сделал, понимаешь, как ты дальше работал. И вот если глянуться, ты понимаешь, время расставляет все по своим местам, и время показывает ху из ху конкретно. Вот для этого оно и надо. И если брать во времени, то тогда видно, а что человек сделал за жизнь. Вот если каждый человек задумается, а как я проявился, вот что я сделал, какое наследие я после себя оставил, то кажется, что он скажет, я построил дом, ее посадил, дерево, я размножился. Автомат. Все. Подожди, так животные тоже размножаются, они тоже строят норы, они тоже едят зерна, выкакивают и прорастают из этих зерен растения. Ну, и дальше чем ты от животного отличаешься? Тем, что ты какал и размножался, и норку строил. Что ты оставил после себя? Если каждый задумается на эту тему и действительно поставит целью что-то после себя оставить, какой-то след для себя, самого любимого, то жизнь станет другой. Ты знаешь, даже не так, что оставить, что я какой-то след оставлю. Если след, думать именно в этом направлении, что я ставлю, то это опять-таки, знаешь, как служение вовне. Тут именно чувствовать себя, на самом деле жить. Смотри, вот то, что вчера у меня прям в потоке вышло, и я до сих пор вот прям, я офигеваю от той информации в потоке, которая пришла. Не ищите мудрости жизни. Просто кайфуйте, она уже есть. Она уже, эта жизнь существует. А если ты ищешь мудрость в ней, то ты не найдешь, потому что ты уходишь от себя, ты не живешь. А человек, когда ищет, в чем здесь уходит, с этого расширения, ты эту мудрость жизни уже осознаешь, и ты не живешь. А теперь дай, ну, ты опять-таки видела вчера на встрече и говорила об этом слух. Если человек еще недоразвит, если его сознание остановилось и зависло, то ему выгодно вот это лень. Да, сидеть и да, 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 да. И все. И он будет говорить, я чувствую кайф жизнь. Потому что здесь... А жизни-то нет. Да, нет жизни-то. И, понимаешь, а на самом деле это прикрытие себя от проявления. Чтобы не... То есть, лень. Я прикроюсь вот этим ммм, чтобы не проявляться. То есть, я ленив. Если взять, послушать подсознание, сказать подсознание, выдай информацию, подсознание скажет, я ленивый пень. Ну, чаще всего подсознание так почешет ногу и говорит, и так, осталось, ну, ладно, полгода. А потом, как за сандалию, будет очень больно двигаться. Очень больно-больно, но побежит бегом в припрыжку на этой боль. Просто, просто оно так работает. Но мне нравится сейчас создание. И стримы наши мы будем продолжать, чтобы у людей начали работать извилины в сторону создания. В сторону расширения себя. И тогда, когда ты благодарен и ценишь то, что ты имеешь, без этого не будет. И тогда по-любому в головах людей будет наступать солнце, благодарность, и приходит свет. Они начнут ценить то, что имеют, начнут благодарить. И тогда начнет работать создание. Без этого не будет работать. Но человек должен сам к этому прийти. Как к садгуру выбрать, будет он жить или будет он умирать. Будет он лгать или он будет искренен сам с собой и пройдет дальше. Да, садгуру, конечно, выдал, да. Это да.